Еще казаться одной принципиальной темы касается не только нашей недельной главы, но и вся статьи нашей главы. Я начну с главы «Микетс», это глава в конце «Хумель Брейшис». Тут в тексте оригинальном есть что-то написано, что русский перевод скрыл это. Это сказано так. Написано в оригинале «На реки». «Аль и Айор» — это попросту, это Нил, а не просто река. Наши мудрецы объяснили, чтобы еще написано «Ал-Айор». Возле Аня, а не на. Кто стоит на реке? У египтян Нил был обществлен. И об этом сказали наши мудрецы очень важную вещь. У преступников они стоят над своими богами. Как сказано «Вийно в Меделя Йор», то есть что фарон стоит на своем божестве, на Ниле. А у нас сказано, что «Шем не савала, все вышли над праведниками». Еще вещь немножко объяснить. Так как те вещи касаются и нас, касаются и нас, то есть скажем так, грубыми словами, у идолопоклонников, их идолы — это такая кормушка, кормушка, что из нее получить, что из нее получить. Поэтому вот Нил был очень подходящий для этого. Он питал весь Египет, кормили с Нил, и от Нила надо было, так сказать, получать. У праведников, именно у праведников отношение к Всевышнему другое. Не что мы можем Всевышнего получить, а про что мы можем Всевышнему дать. Поймите, что люди попроще, чем большие праведники, они тоже относятся к Всевышнему зачастую как к кормушке. И более того, есть люди, которые пока Всевышнему все дают. Они религиозные, когда вдруг что-то не дает, кормушка приостановилась, хлопают дверью и уходят. И вот тут, в этом месте, это гляньте там врач, на начало главы Миккетс, что это принципиальное отличие между праведниками и преступниками, в частности, и злопоклонниками. Я вам расскажу одну историю, просто потрясающая история. Как-то поймали, так сказать, Хабецхаема на горячем. Хабецхаем, он разговаривал со Всевышним, как будто это было его человек вместе с ним. Как-то поймали его, то, что он говорил Всевышнему, как много ты мне дал. Ты дал мне книгу Хабецхаема, книгу Шмя-Талашон, книгу Мишну-Бруя, а что я дал тебе? То есть, уверяю вас, что за книгами Хабецхаема была тяжелейшая работа по изучению Торы. И даже первая книга Хабецхаема, хотя она последовательно маленькая, а по одной теме она там, это книга все равно потрясающая по охвату всей Торы, в глубоком охвате, чтобы измелить всей Торы вывести законы, законы речи. Все это видел Хабецхаем, как то, что Всевышний ему дал. Он прошел у себя, а что, так сказать, я дал тебе? И давайте вещи поймем. Есть тут два мирослужения. Одно, когда человек просто ублаговоляет Всевышнего, я хочу получить из него то, что он хочет. Ну, пример этому, это все жертвы, когда я принес Белам, чтобы получить силу проклятия реческого народа. В особо счету это зачастую и большая часть наших молитв. Мы хотим получить то, что нам не хватает. Однако, я обещал, когда-то написал рапинку сюда в журнале, есть еще источник этого. Истинное служение, есть такое удивительное слово Рамбана, «Авой для цорых гавоа». Служение – это буквально для Всевышнего. Не для того, чтобы его что-то получить. И это надо объяснить. Всевышний сам по себе не нуждается ни в чем. Он совершенен. Что можем мы ему дать? Большой вопрос. И тут есть такая очень тонкая вещь. Я просто как-то наблюдал, с какой осторожностью эти слова произносил Рамбан Шапиро. Он понимал, почему нужна эта осторожность. Он объяснил вещь так, что Всевышний сам по себе не нуждается ни в ком служении, ни в чем. Однако, так и Всевышний, как одному ему известному причину, мы имеем в виду только ему совершенно известную причину, почему он создал этот мир. Этот мир не только земной мир, все высшие миры тоже. и его желание было нести добро творения, то у человека, у человека была была возможность как бы содействовать, это был замысел и Всевышний дать человеку возможность содействовать в исполнении его замысла. И вот в этом смысле мы можем что-то сделать, да. Всевышний хочет весь мир привести к совершенству. И он хочет, чтобы это прошло через наш выбор, чтобы это была наша работа. И когда мы служим ему, то мы исполняем его замысел. Это в двух словах. Это можно назвать как область для церкового служения. Служение – это необходимость для Всевышнего. Необходимость для его замысла. И так мы лучше поймем, что говорится, что праведники, они свыше над праведниками. Мы служим ему, а не пользуемся им, чтобы служил нам. И в этом пишут, что пиркус удивительную вещь, что когда наше основное намерение в швуна и в своем виде не получить то-то и другое, а чтобы прославился Всевышний, который излечивает больных, и все достоинства, которые там упоминаются, не про то, что мы хотим их получить, это все – это часть постановления Всевышнего. Поэтому, кстати говоря, кстати говоря, самое важное браха в швуна – это первая браха. Там мы ничего не просим вообще. И есть тут очень интересная вещь. Эту вещь очень хорошо понимали мусульмане. В молитве мусульман там нет просьбы. Только прославление. Это неправильно. Хочет, чтобы у него просили, значит, что мы получаем от него, мы с ним жили. Однако есть тут просто важное ударение, что называется «обой на цорах гавоа». Служение – это высшая необходимость. Что есть высшая? Всевышний сдал эти миры в этом творении, и он связал свое исправление всем миром над нашим служением. Это в двух словах то, что я объяснил, очень глубокое понятие «обой на цорах гаво». То же самое пишут великие каббалисты, что наше служение – это стараться сделать Всевышнему. «обой на цорах гавоа». Удовлетворение тому, что будем идти по его путям. Это то, что мы сегодня упомянули. Всевышний над праведником. Безусловно, когда мы осознаем, что все, что есть, может быть, только от Всевышнего, ни от кого другого. И поэтому мы служим и так далее. Хотя это, безусловно, не служение ради него. Служение ради нас самих. В этом есть тоже подсчет Всевышнего, то, что человек знает, понимает, что все от него. Все от него. И сейчас я хочу немножко объяснить некоторые темы нашей недельной главы в эйру. Начинаются египетские казни. Первая из них – это Нил превращается в кровяную реку. Вода превращается в кровь. Это очень интересная вещь. Ну, скажем так. Об этом уже сказали наши мудрецы, что когда Всевышний хочет взыскать большие долги из идолопоклонников, он в первую очередь поражает их идолов. В результате мы объяснили, что идол у них – это была их кормушка. И кормушка. Нил кормил весь Египет. Как поражается этот божок, он превращается из кормушки в кровь. А по большому счету, я объясню немножко более глубоко, как я это понимаю. Всегда вода символизирует меру милосердия. Действительно, вода несет жизнь везде. Это видно просто там, где, знаете, есть пустыня. В пустыне пойдет дождь, то что сразу же вырастет. То есть я помню очень хорошо, когда есть дожди, то люди делают вот так. Еще был зонтик, еще шплач и так далее. Когда прошел мой учитель Абхайм Камилы из Шибы домой, когда был дождь, он делал вот так. А не вот так. Почему? Сказано в Масакатане, что день дождя – это день великого милосердия. Это когда спускается благо. Нельзя дождь заменить апрестинем русской воды. Дождь – это от Всевышнего. Нельзя дождь заменить. Или импорта воды из Турции. Такие идеи как-то здесь. Так вот, есть вода. Вода – это источник жизни. По большому счету, вода – это связано с Патрием Хесед. Хесед. И вот Египет, он вместо того, чтобы увидеть в этом Ниле дар Всевышнего, который несет им благо. Такая замечательная река. И сейчас в пустыне огромная река. И несет воду там, где нет дождей и все прочее. Они, как это всегда происходило, отрывали исполнителей и сделали их источником. Я объясню, что имею в виду сейчас. Есть такой глупый обычай, когда ребенок падает, ударяется об что-то. Он говорит папа или мама, или бабушка, или дедушка, чтобы успокоить, побить это место, от которого получил удар. Нам такое знакомо? Да. Это очень важный пример. Человек отрывает то, что им произошло от своего источника. Это есть суть его поклонства. Человек не видит глубже, выше, есть тот, кто сотворил мир, тот, кто сотворил Нил и дал ему силы и воду, чтобы он нес это добро творения. Он видит, отрывается Нил от Всевышнего. Нилу поклоняются. А так как Нил, после того, как благословение Акова поднимался навстречу Фарону, то и Фарону поклоняются. Это все... И вот Бернессен тяжелейший удар. Вдруг кормушка, которая называлась Нил, превратилась в кровь. Пусть такое вещь представится. Буквально, если бы сказали это египтянам до, это как они бы сказали, что он отрицающий наше божество. Апикойрос. Апикойрос. И вот Всевышний показал им, что только Всевышний правит миром. Если даже то, что несет максимальное добро, то, что было для них – это воду. Всевышнему стало было угодно. Когда полагалось египтянам тяжкие казни за издевательство над евреями, то это добро превратилось в меру суда, ведь полностью противоположное этому добру, и ударило по египтянам. То же самое и вторая казнь – лягушки. Это тоже пришло из Нила. Нила, который нес жизнь, и мне вышла такая напасть. Трудно себе представить, как выглядел Египет, в котором везде ходили лягушки. Я знаю, что такое лягушки. А почему там написано «поднялась лягушка»? Есть точка зрения, что лягушка имеется в виду какого-то названия вида. Есть объяснение, что лягушка была большая лягушка, когда они били, то из нее выходило много маленьких лягушек. В принципе, мне сейчас… Самое простое объяснение – это первое. Лягушки поднялись из всех подъемов, а не только из одного места. Что произошло? Источник жизни превратился в источник напасти. И тут есть большое правило. Даже не одно несколько. Это должен сообщить Робяка Фридману, когда человек создает себе идола, и сам этого идола разрушает. Это просто пример. До Великой Октябрьской революции Российская империя была источником хлеба для всей Европы. Вещь известная. Когда пришло сегодня дьявольское правительство коммунистическое, это отвергло Всевышнего, и боролись со всеми религиями, они обождествили нужды рабочих и крестьян. И что получилось? Не было места в мире, где были более нищие и бедные рабочие крестьяне, чем там. То есть крестьяне просто умерли от голода. Это вещь известная, ничего нового не говорю. Это пример того, как обождествление чего-то приводит к его разрушению. Вторая вещь – это мы видим здесь тоже меру за меру, так как египтяне бросали еврейских детей в Нил. Они полагались на то, что Всевышний обещал, что потопа больше не будет. И вот то, чем они пользовались для убийства, именно тут они получили удар в этом совместе, меру за меру. Однако это все некоторые детали нашей главы. Если вы обратите внимание на текст сторы в этих казнях, то вся совокупность казни была в том, что Всевышний, он один правит всем, властвует и над Нилом, и над дикими животными, над всем. Даже над вшами. В смысле, даже над вшами, над чем египетские жрецы не властвовали. То есть умение увидеть власть Всевышнего – это была огромная сила, которая, если я сказал неправильные слова, не огромная сила, было огромное испытание, которое было перед египтянами, они его не выдержали. Давайте просто поймем, что происходило. Эгипетские колдуны, они знали свое дело. Это было место колдовства, у них была сила действительно властвовать над какими-то низкими проявлениями природы, и могли потом менять то, что происходит чудесным способом. И об этом называют сказанным секрет хулин, что такое кшафим. Это буквально колдовство. Это то, что как бы опровергает высшее воинство. Это сокращение. То есть есть какие-то силы, которые вроде бы как будто Всевышнего не подчиняются. Как будто. То есть это была сила, которая была у египетских жильцов. И есть тут, в начале они делали то же самое, что делал Шарабейн. Радошло дело до Килим, до Пшей, не получилось. Тогда они признали. Они признали. Эльцбуроки, буквально, персты Всевышнего. Однако фараон не признал. Я объясню, почему не признал. Он уже говорил до этого, что мы пришли. Я думаю, Шумуше и Арон принесли, так сказать, вместо колдовства, более еще колдовство. Вот ему говорят, что это не колдовство. Когда себя понимаем прекрасно, это не колдовство. Но фараон думает про себя так. Им просто стыдно признаться, что есть колдуны лучше, чем у них. Они говорят, это Эльцбуроки. А это все, это тоже колдовство. Это тоже колдовство. То есть я в своей жизни наблюдал такое испытание. Когда давал урок профессорам математики в Берешебе, даже в Факиме, он дал урок в этой шаббат по Торе. Я ему сказал про открытие кода в Торе. Там был один еще какой-то настырный профессор математики, и решил мне доказать, что это не божественная вещь. Он все равно поработал, написал какой-то текст, какой-то дурацкий совершенно текст. Там тоже были коды. Я ему сказал очень просто. А вы работаете точно по программе женщинских колдунов, евгимских колдунов. Но у вас не получается так получается в Торе. Получается какой-то дурацкий текст. И надо это вообще... Есть у нас постоянное испытание. Видеть правление Всевышнего, а не правление каких-то низких сил. И видеть источник всего, а не бить ту палку, об которой ударились. Всего хорошего. идемublique kinds. В общем, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...